Господа, ну это все опять-таки шутки, потому что есть гораздо более серьезные темы, чем заспанная Соня. Интересно, как на другом боязыке звучало мое второе имя Соня? Соня? А вот давайте узнаем. Наш сюжет подготовила Наталья Жадько, и она расскажет о том, что же такое многоязычие. Кто не знает чужих языков, не имеет понятия и о своем, сказал однажды Гёте. Маленькая Арина поет колыбельные не только на русском языке. С трех месяцев мама начала разговаривать с ней на английском. До того, как она родилась, я, честно говоря, об этом не думала, потому что я как и все думала, что пойдет в школу и все выучит. Но потом, когда родился ребенок, я поняла, то есть это, видимо, материнский инстинкт, я почувствовала, что я хочу передать то, что хорошо умею делать сама. А это как бы иностранные языки. Таких детей называют билингвами. Они свободно владеют двумя языками и обычно начинают говорить сначала на иностранном, а потом уже на родном. Первое время возникает путаница. Но бояться этого не надо, ведь все познается методом проб и ошибок. Я поняла, что лучше всего работает, если я просто буду все время говорить на английском. Для успешного обучения часто применяют схему «один родитель, один язык». Трехлетняя Арина с папой разговаривает только на русском, а с мамой на английском. Так она научилась отличать языковую среду. Если один из родителей знает другой язык, то именно он станет первым учителем и сможет передать ребенку необходимые знания, большой словарный запас и правильную грамматику. Помимо изучения стандартных фраз, он может рассказывать малышу стихи, загадки, петь песни. Билингвальное обучение практикуют и в общеобразовательных учреждениях Симферополя. Например, в школе номер 44. Вторым языком здесь выбрали крымско-татарский. Очень большой контингент начальной школы. Это 680 детей. Из них 6 классов. Это 200 детей обучены на билингвальной основе, то есть двуязычие. При поступлении в школу среди родителей проводится анкетирование, на каком языке будет проходить обучение, а какой будет дополнительным. В средней и старшей школе пока еще билингвальных классов нет, и дети учатся на русском. Английский и татарский языки изучаются как вторые. Современное оснащение кабинетов аудио и ТВ-техникой. Учебники на двух языках. Здесь, в школе четырех президентов, созданы все условия для комфортного обучения детей-билингвов. Ребятам преподают опытные педагоги, цель которых научить детей не только правильно читать и писать, но и думать на втором языке. В начальной школе на двух языках дети изучают математику и окружающий мир. В первое время нам было сложно. Было сложно что детям, что педагогам, но сейчас мы до такой степени уже привыкли к этим нашим комплектам. Мы привыкли работать именно в этом билингвизме, что вот нам этого не хватает. Обучение двум языкам требует больших усилий, но все это стоит возможностей, которые открывает билингвизм. Наталья Жадько, Сергей Козырь. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин